Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Я, наверное, прочитаю его частично, потому что хотелось бы, наверное, указать вам конкретно на некоторые аспекты. А какие-то моменты вашего текста я пропущу из этических соображений и из соображений приватных. Итак, мне 29 лет, я не знаю, чего хочу от жизни. Пишите вы. Да, значит, это у нас аноним. Аноним задан вопрос. Значит, я не знаю, чего хочу от жизни. Ну, смотрите, подобные вопросы, как правило, выдаются люди, у которых есть определенные сложности с ценностями. Собственно, структурирование ценностей является одной из ваших проблем. Точнее, отсутствие структуры ценностей является одной из ваших проблем. Потому что, например, говоря о работах, говоря о том, что бы вы могли делать, к примеру, вы говорите о результатах. То есть, вы говорите о каком-то продукте. Вот. Но вы не говорите о том, что для вас это значит. Что вам важно внести в мир. Да? Какие идеи, ценности вам важно донести до, например, людей или хотя бы самостоятельно выразить. Отсюда, соответственно, и получается такой раздрать. Дальше. Мои предпочтения меняют несколько раз за день. Такое происходит, когда предпочтения чему-то служат, не являясь при этом самостоятельной единицей в психологической жизни личности. И дальше вы пишете о том, что вы чувствуете вину перед бабочкой и дедочкой за то, что они состоялись как личность. И, соответственно, если вы чувствуете за это вину, вот, то совершенно очевидно, что и свои интересы, вы будете рассматривать через призму, вот как раз того, чтобы состояться как личность. При этом, они особо интересуются тем, что такое личность. Личность – это ведь не про какие-то достижения. Личность – это не про какой-то статус. Личность – это не про какие-то, ну, конкретные элементы. деятельности, например, конкретные элементы и так далее. А личность – это больше про ценности. Личность – это больше про значимость. Личность – это больше про значение. Значение для меня того или иного. Вот что такое личность. Поэтому я думаю, что вы в какой-то степени копаете, к сожалению, не в том направлении. Я думаю, что в этом смысле это является вашей глобальной также проблемой. Это касается в первую очередь работы. Не могу заниматься тем, что мне не нравится. И в итоге сменилось то компания, из-за чего влезло в долги в МФО. Значит, не могу заниматься тем, что мне не нравятся, пишите вы. Очень похоже это на протест. Очень похоже это на протест. Очень похоже это на такой вот, знаете, как, а, такой, ну, скажем, Бунт. Вот очень похоже на бунт. Очень похоже на то, что вы бунтуете здесь. И само собой, как бы, в бунте, да, ничего плохого нет. Ну, вот, в самом-то себе бунте, ничего плохого нет. Но важно понимать, что этот бунт для вас, ну, означает. Важно понимать, что для вас этот бунт в целом значит. И важно понимать, вот, ну, против чего конкретно вы бунтуете. Вот. Потому что, если в этом себе отчет не отдавать, то можно, в принципе, достаточно легко саботировать любую свою деятельность. То есть давайте попробуем ответить себе на вопрос, когда я занимаюсь, так скажем, ну, деятельностью, которая мне не нравится, какая я? Когда я делаю то, что мне не нравится, какое я себя чувствую? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Это, на мой взгляд, довольно важно. Потому что есть у меня такое чувство, что в этом сталкиваются далеко не только ваши, так скажем, профессиональные какие-то амбиции. В вектора и так далее. Мне кажется, что здесь есть что-то еще. Мне кажется, что здесь есть какие-то еще тенденции, с которыми вы сталкиваетесь. Вот. Дальше. Влезло в долги, пишите вы. Ну, долги – это, конечно, традиционно история про личные границы. То есть, когда человек влезает в долги, он, в общем-то, ну, это свидетельство того, что человек не умеет как бы жить по средствам, да? Вот. Человек игнорирует, скажем так, свои возможности, да? Вот. Игнорирует свои, ну, свои способности, получается. Вот. И, соответственно, выходит за рамки. Собственно, выход за рамки есть с нарушением личных границ, не чувствования того, где мои личные границы, где мои ограничения. Вот. А, и здесь мы, конечно, говорим о том, что вам достаточно больно сталкиваться со своими ограничениями. Вот. Как раз таки, вероятно, в силу того, что, как бы, в вашей реальности вы сталкиваетесь не только со своими амбициями, но и со амбициями других людей. Например, вашей бабочки, например, вашего дедочки и так далее. Дальше. Так. Значит, в целом нравится творчество фото и обязательно рисовать. Но хотелось бы выбрать один вид деятельности, развиваться на матрице. Вот в этом является поведенческая, так скажем, деструкция. Дело в том, что когда вы говорите про то, что вам хотелось бы, да, выбрать один вид деятельности и в нём развиваться, вот, а вы игнорируете, собственно, саму суть. То есть вам важна деятельность, но создается ощущение, что вам важна концептуальная самодеятельность, важнее, концептуальная самодеятельность, больше, чем, как бы, её суть. То есть вам важнее выбрать для себя какую-то деятельность, чем непосредственно чем-то заниматься. Вот в этом, в принципе, на мой взгляд и заключается ваша ошибка. То есть вы не думаете о том, какие ценности и где я могу реализовать, а вы хотите выбрать одну деятельность и развиваться на матрице. Почему именно один? Почему именно развиваться? Что понимать под развитием? Дальше вы говорите, чтобы достичь успеха. То есть понимаете, вам важна не самодеятельность, вам важен не процесс, а добиться успеха. А проблема заключается в том, что когда человек стремится к успеху, он не стремится к самодеятельности. И раз он не стремится к самодеятельности, то у него не получается самодеятельность. И раз у него не получается самодеятельность, то и успех к нему не приходит. Но даже не столько в этом проблематика, сколько в том, что когда человек стремится к успеху через деятельность, он ведь пытается решить какую-то другую проблему. Он ведь не занимается в этот момент именно деятельностью, он ведь в этот момент пытается добиться чего-то другого, решить какую-то другую проблему. И это и по отношению к нему, по отношению к человеку, и по отношению к деятельности. Вообще-то говоря, довольно неуважительно. Вообще-то говоря, довольно оскорбительно. Понимаете, какая штука. Успех вам нужен для того, чтобы решить какую-то свою проблему. Успех вам нужен для того, чтобы что-то себе доказать. И это понятно, и это нормально, но деятельность сама по себе здесь ни при чём. Деятельность вам не должна ничего давать. Успеха требовать от деятельности, мягко говоря, непродуктивно. Потому что он может быть, а может и не быть. Он может быть завтра этот успех, а может быть через год, через два года, через три года, ну и так далее. То есть это может быть довольно пролонгировано по времени. А что делать вам, пока успеха нет? Понимаете? Вот вы и мечетесь. Это новое к другому. Я не могу, так как в веб-дизайне и творчестве много направлений, мне не определиться, я не делаю ничего. Это здесь про перфекционизм. А если я не могу сделать что-то идеально, лучше ничего не делать. Вот. А вы боитесь неудачи, боитесь ошибки. Вы не позволяете себе ошибку. Ну, собственно говоря, у вас отсутствует опыт того, что именно ошибка может как бы дать то самое развитие и тот самый рост, которого вы так хотите. То есть вы-то здесь как бы пытаетесь чего-то добиться не ошибаясь, да, вы-то пытаетесь вырасти как бы не обжигаясь, вот. А через ошибки единственный способ чего-то достичь и вырасти, вот. Только вам нужно немножко помочь в этом, потому что, судя по всему, у вас у самого опыта, позитивного опыта проживания подобных вещей нет. Дальше. Так, кому сейчас нужно работать хоть где-то, чтобы расслабиться с долгами, для меня это невыносимо. Почему-то ваша задолженность, да, почему-то ваша задолженность не является для вас... чем-то значимым для того, чтобы что-то делать. То есть вы вроде бы чувствуете, что вы должны. Вы вроде бы ощущаете, что, ну, на вас долг висит. Но, в то же время, как будто бы, это не является основанием, ну, вам для того, чтобы что-то делать. Вот. Вот тут вот и имело бы смысл вспомнить о том, а что же для вас долг тогда? Какое он значение для вас имеет? И имеет ли вообще? Дальше. Так, склонны к депрессии из неопределенности. Здесь недоверие себе. А, значит, склонны страдать из-за проблем в личной жизни. Ну, я полагаю, это потребность по вниманию дает, если бы знать. А, значит, так, когда доходило до срыва, приводили головным болем, тишина, тервотия. Ну, это психотоматика, понятно. Когда всё хорошо и есть ситуация, чтобы пострадать, как будто говорят, адреналина нет. Вы себя, судя по всему, наказываете. Вы себя, судя по всему, наказываете, вы себя, судя по всему, бичуете. Вот. Это больше похоже на именно самобичевание. На самобичевание это похоже больше, чем на поиск адреналина, к сожалению. Поиск адреналина, он выглядит немного иначе. Поиск адреналина несколько иную картинку имеет меньше, чем, ну вот, то, о чем вы пишете. Вот. К сожалению. Дальше. Значит, так. Люблю слушать депрессивную и экспрессивную музыку, читать драматурги, слушать, смотреть фильмы, связанные жестоко с мелодрамой. Это все отражает ваши потребности. Психка очень чувствительная, не могу адаптироваться к работе в офисе, несколько раз уходила в собеседование, увольнялась с слезами. Я могла в среднем рабочего дня уйти в туалет и реветь проблемы личных границ. И ответственность. Вот. Плюс неумение, как бы, обращаться с чувствами вашими. Так. В последние несколько лет были сложные отношения с мужчиной, который то отдалял, что хотел быть вместе, но из этих отношений я вышла, никого к себе не пропускала три года. Поняла, что потратила это время впустую, познакомившись с другими. А также проблемы личных границ. Игра в догонялки. Можете поискать в интернете, что это такое. Детская игра в догонялки. Вот. Значит, дальше. Потратил время впустую. Это отношения и к себе, и к отношениям, как к инвестициям. То есть, проблематика здесь в том, что вы к себе относитесь как к инвестициям и к себе относитесь исключительно как, судя по всему, к ресурсам. Вот. То есть, да, как бы, ну, вы ресурс. Вот. Вы ресурс. Так вы себя видите. Вы видите себя как ресурс. И, соответственно, отношения видите тоже как ресурс. Вот. и другого человека видите как ресурс. А поскольку не видите себя как ценности, то и другого человека как ценности видеть не можете. Вот. И, соответственно, все равно возникает ощущение, что вы потратили в пустое время. Вот. Потому что когда видишь, когда видишь себя как ценность, когда видишь другого человека как ценность, то, в принципе, в общем и целом, как бы, эта проблема, она не встает, она не встает, она не, как бы, присутствует эта проблематика в данном случае. Дальше. Приннакомься с другим, поймал себя на том, что снова склонен влипнуть в любовную зависимость. Что вы просто вы имете в виду? Какое это состояние, чтобы вызывать зависимость у вас. А дальше у вас, судя по всему, было несколько травм достаточно серьезных, которые нужно прожить. Вот. Да, вы говорите про депрессию, но, опять же, есть у вас диагноз. Вот. А дальше вы пережили травму брошенности, судя по тому, что вы описываете, все пережили травму нацилия. Да? Физического, не сексуального. И чувствуете вину перед дедушкой и бабочкой. Вот. Это то, что вы пишете. То есть личные границы, здесь отношения выстроить какие-то конструктивные с дедушкой и бабочкой тоже очень важно. Вот. Потому что, ну, я не думаю, что они будут особо счастливы, если будут как-то знать, да, что вы, вы вот, ну, себя, ну, мучаете себя, да, и, в общем-то, из чувства вины что-то делать. Это первое. А второе, что нужно, это все-таки внутренний опор в себе. Вырабатывать это. То есть это то, чего у вас нету. Вот. То есть вы себе в этом смысле не друг, к сожалению. Вот. Вы ищете, вот, в какой-то степени, друга, как бы, вовне, да, но другом вы можете быть себе. Сами. Но никак не искать друга вовне. Потому что друга вовне вы можете, как бы, вот, найти. Но не факт. А себе бы другом очень важно. Вот. А так пока окружающие люди, вас, они отражают в общем и целом как раз то, что вы сами о себе, в принципе, думаете, то, что вы, ну, сами вот к себе применяете, как бы, ну вот, поэтому все это требует своей коррекции. Вот, поэтому рекомендация, рекомендация здесь, наверное, будет адекватная только одна, выбрать себе психолога и начинать психотерапию, вот, замечать свои чувства, смотреть приемлемые для себя и на способы их выражения, обращать внимание на свои ценности, то есть на вот свою, как бы, ценностную, ну, на свою ценностную структуру, да, то есть структурирование ваших ценностей, это очень важный момент, вот, и, соответственно, я думаю, что, как бы, ориентироваться не на, там, историю про успех или про какую-то внешнюю форму, да, а больше именно ориентироваться на то, что вам, вот, важно сказать, то есть там, где вы вовлекаетесь, как бы, непосредственно эмоционально, чувствуя, что, вот, то, что вы, ну, делаете, да, вот, это важно, с теми значениями. Не в плане, там, какого-то, какой-то потенции, а в плане, просто, вот, значениям просто так, вот, ну, и спросите себя, а я-то вообще, вот, просто так, вообще, цена, да, как бы, а если нет, то, на какие моменты я опираюсь, то есть, как бы, благодаря чему, благодаря кому я, например, знаю, что я, вот, просто так, как бы, не цена, да, вот, а другие люди просто так могут быть ценными, если да, то чем всем вы от них отличаетесь, вот. То есть, что такого в вас, как бы, есть, что, вот, ну, отличает вас, вот, только честно, честно, на это нужно максимально честно отвечать, вот. Вот, и, в общем-то, как бы, свои ответы, постарайтесь исследовать, то есть, откуда они, эти ответы, какова у них природа, вот, понятно, да? Самостоятельно рекомендую вам терапию, вот, там еще там, самостоятельно вы, скорее всего, не справитесь, ну, то есть, не сможете изменить, вам нужна помощь, вот, поэтому, вот, то, что вы заговорили об этом, это очень хорошо, но вы описываете, в общем-то, очень серьезный запрос на психотерапию и достаточно такой вот длительный, длительный, постепенный, вот, но в то же время меняющий вашу жизнь и обучающий вас интересоваться, как бы, вашей жизнью и самой собой. И все-таки отходить немножечко от идеи того, что вы это, как бы, именно ресурсы, да, вы не ресурсы. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, всего самого хорошего. Спасибо.